Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Сегодня у Гомеля стартуют споборниства на Кубок Беларуси по пожарно-воротовальным спорте. Они отбудутся на базе лицея при инженерном институте МНС. У споборниствах приймутся дел 9 команд, які представляють областные и Минское городское управление по надзвычайных ситуациях, а так само ведомостные навучальные установы. Споборниств различены на 2 дни. У программе подъем по штурмовой лесьвицы, передольвание 100-метровой полосы с пирожкодами. На Гомельщине шукают новые формы работы со зворотами громадян. На протягу опошнего года тут проводили эксперимент по принятию решений на подставе смс-поведомлений. Его выники признаны поспяховыми, и теперь такая практика будет распаусюджена на территории всей области. Як вырешить питание, не выходячи из уластной квартиры, ведая Олег Синцерову. Коли питание не вельми складанное, зараз на промую органы ваконавчую владу можно навык не звертаться. Береш телефон и накеруеш смс-поведомления по короткому номеру 142. Прас тыдень пройдет отказ. У администрации чекуночного района Гомеля работу с смс-поведомлениями громадян почали першими в области. За одного боку, гэта заразумела додатковая нагрузка на специалистов, але с другого махчымысь вырешить проблему яще на початковой стадии. Ориентована такая форма работы у першую чергу на людей молодого и середнего взрослого. Калі тэш пенсионеры навад примахчымысья отправить смс, перевагу, як правило, даюць особистым контактам, то студенты і працівные час экономять. Правда, коли питання складанне, на прием прийдеться прийти все ровно. Цель введення смс-сообщений была в основному, это решать вопросы разъяснительного характера за короткий период времени. Жалоб на то, что не получили ответ, не было. Иногда у нас бывают смс-повторные, то есть просят уточнить, дополнить, более подробно разъяснить, даже направить для консультации, подсказать, по какому телефону обратиться. Чехуночный район Гомеля у пытаннях работы со зворотами громадян уж мат, чем перша проходца. Два с половы месяца тому по уласной инициативе, например, открыли так званый покой приему громадян, який за выключением выходных працює штодзенно на протягу усягу тыдня. При необходности тут могут оперативно и одночасово собрать специалистов у сих служб, які мають дочинение до огученной проблемы, хотя работу с смс-поведомленнями у администрации спонять так само не збираются. Гатую практику зараз у вугле меркуется расповсюдзить на усю в область. В першые месяцы свечать у целым насельницам такая форма работы успремается становчим. Мы делали анализ по шести месяцам. Только по городу Гомелю порядка тысячи смс-сообщений поступило от наших жителей с конкретными вопросами. И срок рассмотрения таких смс-ок определен 7 дней. Алексей Чаров, Ёвген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Начальник отдела по работе со зворотами громадян и юридичных особ гомельского облывыконкама Александр Логвин станет сегодня гостем студии телерадиокампании «Гомель». В 18.10 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-2» интерактивную программу «Диалог». Размова пойдет об реаговании органов державного кирования на звороты громадян. Свои питания вы можете задать гостю программы, пателефановавши по номеру промога эфиру «Угомели» 77 68 45. Даречи, онлайн-трансляцию программы вы можете так само поглядеть на сайте телерадиокампании «Гомель» www.tvrgomel.by. У «Гомелю» проанализовали ход реализации третьей державной программы по створению безбарьерного сяродя и ровных умов життя деятельности для людей с инвалидностью. Зараз гэтаму пытанню надается вялікая увага на усіх узроўнях – ад органов мясцовой улады до громадскіх арганізацій, але пылныя праблемы пакуль застаюцца. Што перешкаджае, зрабіць життё людзей з обмежаванными макчымастями більш комфортными, ведаюць нашы корэспандэнты. Сюня толькі інвалидыў колясышнікаў на «Гомешыні» каля трох спаловой тысёч. Для нікага гэты диагноз – наступство перанесіны хворобы, для іншых – отрыманны травмы. У апошні гады для іх сапрауды робіцца шмат. У новых дамах, напрыклад, тыэш ліфты, цепер прасуюць з так званага нулявога паверха. Горшаб стоять справы з дамамі старымі. Без дапамогі колясышніку нельга ніскватыры на вулесу трапіць, ні назад да дому вернуцца. Есі лі і решаць, к примеру, ставіць тот падўімнік, он, ва-первых, дарагостоящі, ва-вторых, кто ёо будзят абслужуваць, каму ёо пастаўт на абслужування, аў трэціх – это і сужэніе, есць праблемы, патом вапросы МЧС по безапаснасці. То есць рад ёсць вапросыў конструкціўных, каторые просто, ну, невазможна решыць. На семінар па пытаннях стварыня безварьернага сяродзя нехта з інвалідаў-колясышнікаў добіраюцца самастойна, некага привозять на машынах. Перад пачаткам пасяджэня яны і ашыраз абмерковуюць паэтані правідзэня ў наступным місяце абласной спартакеяды інвалідаў ў Гомілі і організація двугдзённага лагера ў Мазыры. Гомілська організація інваліда-спінальнікі вядомае своў актыўнасцю і спробамі да помахчы ўсім, хто мае ў гэтым патрыбу. А тамуя і актывісты часто сустракаюця з представніками органов Улады і спеціалістамі розных профілю. Ад транспартнікаў, яких вучаць, як правільна піравозіць інваліду, да будувнікаў і камунальнікаў. Скропкі гляджыня здоровага чалавека недапрацокі махчыма і незначныя, але для людзі з обмежаваными махчымастями, об ровных умовах житядзейности, размову ўжо не іде. Надо два порушня, а он один. Или ширина порушня не соответствует, што не хватает разлёта рук, шобы взяться за оба порушня. И это ўже приводзі к тому, што чалавек самостоятельно не може воспользоваться данным объектом. Даже, може быць, пантус очень хороший, со всеми условиями изготовлены, но подъезд к нему ограничен бордюрамі. Непострыдно пачас семінару, размовы ідеаб самым актуальным, пачынаючы ад організація выборов, шмат які ўчасткі размещаны ў школах, прычым не на першых паверхах, трапіць туды інвалідам вельмі складана. Праблема ў больш широкім сэнсі – корыстанні будынками, які ўзведзіны, шмат гадуў таму. Але калі іх перапсталявання часто проблематычна, то ў чаму безбар'ярнага сэроззя будуюцца новые, пытаўне актуальныя, прычым не толькі для інвалідаў. Тыж высокі тротуары, напрыклад, могут ствараць праблемы так сама для жанчын с діцячымі каляскамі і людзей з талага ўзросту. Жёстка должно быть, я думаю, што это будзет прынято, што должно быть чётка не адзін аб'ект не проекціруацца безбар'яркі, а экспертиза не должна проходить экспертизу эти аб'екты безбар'ярной сэрады, падаму што рано или поздна ані нужны вўсэм. Алешні Цюрову, Ольга Канавалова, Александр Александронец, Телерадо, кампания «Гомель». Пратягваем выпуск. У «Гомель» ў першыню прайшоў конкурс «Мисс Библиотека». На перамогу ў ім прэтэндавалі 8 працтаўніц гарацкіх, универсітэцкіх і школьных біблиотек. Катярына Сапельнікова даведалася, хто отрымаў карону. Професія біблиотекара на першу погляд можа здавацца сумной, але гэтэ 8 дзявчын даказалі іншае. Кап стварыць незвычайнае шоў падрыхтоку пачалі я шэз лета. На працягу амаль двух месецаў конкурсанткі наведывалі школу дэфиле і рыхтавалі свае творчае нумары. А крамя таго, увага надавалася і професійным навыкам. У дзельніцы павінны былі цікава і пераканавча парэкамендаваць кнігу. Поміма традиціонной короны «Мисс», она получит главный приз ад Гомельского городского отделіня «Беларуська библиотечна асоціація» – это електронная кніга. І получит серебряный слиток 20-грамовы. Журе адзначыла, вельмі важна, як чалавек выглядаю, што дума і як кажа. У адповіднаці з гэтымі умовамі і вызначалі пераможцу. Титул «Мисс бібліотека» заваевала Яніна Гулевич, супрацовніца бібліотекі ГДУ імя Франциска Скарыны. Дзявчына лідіровала і ў папярыднім адборачным туры. Амаль на 100 балів конкурсантка опереділа колегу інтернет-голосованням. А гэтам – абсолютна перамога. В моєй жызні це дуже ярке сабытие. Дзявчы собрались, у нас всі удивлялись, у нас не було конкуренції. Ми дуже подружились, поэтому в цьому плані нам, конечно, було легко. Катерина Сапельнікова, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Більш як 30 ансамбля ўже ночіга дзеня, другої половы 19-го початку 20-го стагодзів працтавілі ў Палаце Румянцевых і Паскевичаў. Экспозиція «Мадерн. Эпоха жаноцкасті» прыбыла ў Беларусь з Кеўскага музея моды. На адкрыці выставы пабывала наша здымачная група. За многими з гэтых костюмів директору Кеўскага музея моды Марині Івановой прышлось ёхаць на іншы конец свету. Яны былі набытыі на аукціонах ў Амерыце, Францыі і Голандыі. Кошт адной такой сукенкі вагаецца ад ад 1 до 10 тисяч доларов. У азобнах ўсцццццццццццццяые родоводы за писаннім першых владаньікав і церемоні, на які гэты ўбора демонстраваліся. Длства ральнице ж колекція, асаблива каштоўнам, изъявляется ты и Рэджи, яке колисти носили ее протки. Моя бабушка, будучи умной женщиной и хорошей портнихой, ничего не выбрасывала. И многие вещи просто сохраняла от того, что там была уникальная вышивка или от того, что очень красивые, какие-то удивительные вещи. Она это все собирала и передала мне. Сегодня у коллекции Марыны Ивановой больше за 100 соправдных историчных костюмов и некольки сотни аксессуаров. Сирот их рэджи таких историчных особ, як племенеца князя Потемкина, графиня Браницкая и Ева Браун. Мы сейчас одеваемся просто и удобно для нас. Мы очень много двигаемся, у нас очень много на нас, на женские плечи ложится. Тогда одевались неудобно, но зато очень красиво. У город на Солжам проехала только 4-я частка музейной коллекции. До этого оцените я смогли же хары Гродно и Минска. У Гомель я на пробуде до 15-го листопада, после чего вернется у Киев. Ганна Ковалева, Ольга Вальченко, Дмитрий Радзянко. Телерадио «Компания Гомель». И на этом ранешний информационный выпуск Телерадио «Компания Гомель» завершен. Наступный дзенный глядите сёня у 15.10 на телеканале «Беларусь-1». Добрых вам новинов и до новых сустречу эфиры.